Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Кемаля Акишева, выдающегося казахстанского ученого, одного из основателей отечественной школы археологии. В 1969 году группа советских ученых под его руководством обнаружила захоронение богатого сахского воина, более известного как Золотой Человек. Находка сделана в одном из древних курганов в долине реки Исык. Впоследствии это археологическое открытие признали одним из самых важных в истории нашей страны. Так каким человеком был Кемаль Акишев и насколько высок его вклад в развитие отечественной науки? Об этом подробнее расскажет Григорий Беденко. Фронтовик, человек жестких принципов, грамотный руководитель. Таким в памяти его коллег остался Кемаль Акишев. Один из основателей казахстанской школы археологии родился 23 мая 1924 года в Баянауле. После войны молодой человек окончил исторический факультет Казахского государственного университета. Тогда же Кемаль Акишев всерьез увлекся археологией. Организаторские способности и талант молодого ученого заметили в Академии наук Союзной Республики. Акишеву поручили руководить большим коллективом казахстанских археологов. Это был человек с характером. И у Кемаль Акишевича, среди особенно ребят, которые были иногда наши экспедиционные археологи-раскопщики, были иногда неуправляемые, в общем-то, молодежь, в общем-то, они его боялись. И была такая негласная у него кричка, что это железный человек. Потому что он был автором и руководил раскопками из сыгского кургана. В начале 60-х годов отделу археологии казахстанского НИИ «Истории и этнографии» поручили детально изучить огромный некрополь бронзового века под названием Бесшатыр. Это были сахские захоронения 4-6 веков до нашей эры. Курганы располагаются в бассейне реки Ильи и севернее города Исык. В те годы этот регион активно осваивался. Необходимо было выяснить, какую историческую ценность представляют курганы. Работает бульдозер. Нужно, значит, правильно, по всем правилам методики раскопки больших курганов, нужно сносить вот эту насыпь, которая над погребальной камерой. И вот это работа идёт день за днём, неделя за неделей, там месяц и так далее. Один курган, второй курган. Вдруг, значит, появляются какие-то перекрытия бревенчатые. Кемаль Акишев собирает весь отдел археологии, и во главе все они выезжают на раскопки уже неграбленного погребения. Тогда ещё учёные из группы Кемаль Акишева не знали, что они сделали открытие мирового уровня. В погребальной камере одного из курганов был обнаружен золотой человек, практически нетронутая из-за хоронения сахского вождя. Позже была сделана реконструкция его доспехов. И сегодня это один из самых главных и узнаваемых символов Казахстана. Кемаль Акишев инициировал исследование знаменитого некрополя Бешатар в начале 60-х годов. Изучение этих курганов продолжалось до 1969-го. В этот период были сделаны выдающиеся научные открытия. Мы многое узнали о культуре Бронзового века, о наших далёких предках. Кемаль Акишев руководил практически всеми крупными научными экспедициями, цель которых была восстановить исторический облик нашей страны. Базок, памятники Отерара, артефакты Сарарки. В начале 90-х Акишев – главный научный сотрудник Института археологии имени Маргулана. В начале нулевых учёный руководит кафедрой Всемирной истории Евразийского университета. Он ушёл из жизни в 2003 году. Однако имя нашего выдающегося земляка навсегда останется в народной памяти. Григорий Беденко, Султан Бессикенов, Алматы, 24КЗ.